Сейчас мы назначим администратора на страницу фейсбука. Это нужно для того, чтобы человек, которому мы даем определенные права, мог таргетировать, либо делать какие-то действия со страницы, либо с инстаграм-аккаунта. Сейчас посмотрим, как это делать с компьютера. На самом деле все очень просто, несмотря на кажущуюся сложность фейсбука и его иерархии. Тут по всем этим вкладочкам есть такой пункт страницы. Она у меня стоит наверху, но у некоторых она может быть внизу здесь дополнительно. Либо можно будет ее найти где-то здесь в настройках, либо здесь. Она у меня здесь есть, поэтому я нажимаю сюда на страницы. У вас она может быть в другом где-то месте. Здесь мы выбираем страницы. Допустим, у меня их несколько, вернее даже много, потому что я администратор во многих страницах. К примеру, если вам какой-то страницу нужно сделать админа, допустим, вы выбираете свою страницу. Она у вас будет создана после того, как вы сделаете бизнес-профиль. В своем инстаграм-аккаунте, неважно, это будет в фейсбуке, либо через инстаграм, но, скорее всего, у вас она будет создана через инстаграм. Что делаем дальше? В правом верхнем углу видим ссылку настройки. Нажимаем на сюда. Переходим в настройки этой страницы. И здесь есть такой пункт, роли страницы. То есть, именно здесь мы должны назначать различные права для людей, которые должны иметь доступ к этому аккаунту. Мы здесь пишем. Допустим, я пишу. Посмотрим сейчас, кого сможем мы сюда найти. Вот. Я добавлю Сабину. Обязательно нужно сделать администратором, потому что, если мы сделаем редактора, то таргетировать, к сожалению, человек не сможет от имени редактора. Поэтому ставим администратора. Сейчас система попросит пароль. Я ввожу пароль, и после этого она добавится сюда в группу. Но я сейчас этого делать не буду, потому что это незачем. Я просто показываю, как это делается. И второй пункт, который, возможно, вам понадобится, это реклама в инстаграм. Вы можете это сделать сами, либо это может сделать человек, которого вы добавили сюда. И нужно сюда обязательно добавить аккаунт. Только после того, как вот эта страница будет связана с инстаграм-аккаунтом, реклама в инстаграме будет выходить. Но если, опять же, вы привязали свой аккаунт, если у вас есть бизнес-профиль, и вы привязали свой аккаунт, то в этом случае тогда вам привязывать не нужно, он будет автоматически здесь добавлен. Но в любом случае вам нужно будет посмотреть вот эту настройку и, самое главное, роли страниц. Теперь рассмотрим вариант, как это сделать с телефона. Теперь то же самое делаем с нашего телефона. У меня система Android. Для этого я открываю приложение Facebook. Дальше нам нужно выйти на страницы. Здесь, я не знаю, может быть, на айфоне у вас как-то по-другому выглядит. У меня на андроиде приложение выглядит вот так. Я вот это закрою. Здесь у меня появляется дополнительное меню при нажатии на вот этот список. И здесь нам нужно найти страницы. Так, сейчас найдем. Ну вот, страницы мы и пошли. Все. Ну, можно нажать все. Здесь мы выбираем страницу, которую нужно нам добавить нового администратора. Я, опять же, выберу ту же самую страницу. И здесь, как найти здесь. Так, это нам пока не надо. Так, ну вот здесь наверху, в правом углу, будут такие три точки возле поиска. Опять же, нажимаем на них. Здесь у нас будет редактировать настройки. И, опять же, вот то меню, которое вы видели на компьютере слева. Здесь оно выглядит вот так. Реклама в Instagram и роли страницы. Нажимаем сюда. Сейчас я здесь администратор. Добавляем нового пользователя. Здесь вводим пароль. После того, как вы ввели пароль, соответственно, человек добавится сюда. И у нас, опять же, вот этот второй пункт. Привязка аккаунта к Instagram. Это, опять же, нужно для того, чтобы вы могли таргетировать и размещать рекламу в Instagram. В ленте Instagram и в ленте Facebook. Как видите, ничего сложного здесь абсолютно нет.